Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала ОТВ. В прямом эфире телепроект «Разберемся». Это программа, в которой мы вместе с вами, уважаемые зрители, и с гостями нашей студии пытаемся разобраться в социально значимых и проблемных аспектах жизни Одинцовского района. Сегодня у нас в гостях консультант-эксперт Общественной палаты Одинцовского района Андрей Александрович Блащинский. Здравствуйте. Добрый вечер. Поговорим мы для начала об Общественном межкомиссионном экспертном совете, который был создан сравнительно недавно. Решение его создания было принято на недавнем заседании Общественной палаты. Единогласно, по-моему, поддержали практически все члены Общественной палаты. поддержали идею создания Общественного межкомиссионного экспертного совета. Эта идея принадлежит вам, Андрей Александрович. Расскажите, цель какова? Не совсем мне и не мне одному. Дело в том, что этот вопрос обсуждался на протяжении, наверное, последних месяцев. Очень много вопросов, которые поступают в Общественную палату. Эти вопросы требуют досконального изучения и громадного количества времени. Но, к сожалению, члены Общественной палаты, именно члены Общественной палаты, они ограничены своим количеством. Одинцовский район большой. Вопросов, как я и говорил, много. И та помощь, которую члены Общественной палаты ждут от консультантов-экспертов, и порой ее не получают, она, конечно, губительно отражается на жизни наших с вами граждан, проживающих в Одинцовском районе. Но в то же время есть консультанты-эксперты, которые берут на себя достаточно большие обязательства и, к счастью, их выполняют, помогая членам Общественной палаты решать насущные проблемы жителей. У нас в Общественной палате Одинцовского района 9 комиссий. Совет будет межкомиссионный. То есть будут некие смежные проблемы решать. А кто может стать членом этого совета? Будут ли это члены палаты и консультанты-эксперты? Или, может быть, еще вы планируете приглашать профессионалов из различных областей? То есть вот об этом расскажите. Кто может войти в этот совет? Ну, вы знаете, я, будучи еще членом Общественной палаты и председателем комиссии по ЖКХ, не раз говорил, что двери Общественной палаты были, есть и будут всегда открыты для людей, у которых активная общественная жизненная позиция, для людей, которые хотят что-то привнести в Одинцовский район позитивное, как-то улучшить жизнь его жителей. Поэтому в этот Общественный совет, в принципе, конечно, может войти любой человек, который неравнодушен к проблемам жителей. Но основная цель создания этого совета, чтобы в него была возможность войти тем людям, которые по своим профессиональным некачествам, а принадлежностям, скажем так, они не могут быть членами Общественной палаты. Это чиновники, это работники правоохранительных органов. То есть двери Общественного межкомиссионного экспертного совета, так же, как и двери всей Общественной палаты, всегда открыты. Но здесь вот есть возможность поучаствовать в общественной жизни района, без исключения всем тем, кто ратует за комфортное проживание жителей. То есть не обязательно это должен быть даже консультант-эксперт, да? То есть это может быть любой житель. А куда обращаться, кому звонить? Ну, у нас есть сайт Общественной палаты, там представлены все телефоны. Пожалуйста, обращайтесь, направляйте в секретариат заявки. Мы не то что рассмотрим, мы их изучим и с удовольствием пригласим вас для участия в общественной жизни Одинцовского района. А я хотела бы зрителям нашей программы напомнить номер прямого эфира 508-86-84. Вы можете звонить прямо сейчас и озвучивать свои вопросы, адресованные Андрею Александровичу, или в целом какие-то проблемы, которые бы вы хотели заявить, обращаясь в Общественную палату Одинцовского района. Мы продолжаем. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, все-таки создание подобного совета было вызвано тем, что накопились какие-то вопросы, которые можно решить только в рамках вот этой структуры. Вы знаете, как вы сказали, у нас 9 комиссий в Общественной палате. Порой и зачастую бывает так, что вопросы, которые ведет одна комиссия, они достаточно смежны с вопросами, которые входят в компетенцию другой комиссии. Вот один из недавних случаев, мы выезжали комиссией по ЖКХ в Барвиху по заявлению жителя и смотрели, обследовали условия жизни в одном из многоквартирных домов. И абсолютно случайно мы зашли в одну из комнат коммунальной квартиры и познакомились с замечательным человеком, с Романом Рыженковым, человек с ограниченными возможностями. Ну вот, наверное, каждый уважающий себя человек не может и не должен пройти мимо такой ситуации. Мы на уровне своих возможностей эту ситуацию взяли под контроль. Если бы на тот момент уже существовал и функционировал Общественный межкомиссионный экспертный совет, мы бы вопросы, которые решаем на сегодняшний день в отношении этого жителя, решали бы их намного быстрее. Потому что я очень надеюсь и, пользуясь случаем, еще раз говорю, что двери этого совета открыты. Я обращаюсь и к главам поселений, и к коммерческим структурам. Приходите. Многие вопросы можно решить без обращения в Общественную палату в принципе, без коллективных обращений, без сюжетов, которые где-то негативно влияют на работу того или иного органа. Просто нужно слышать жителей. Нужно их слышать, нужно к ним ходить. Тогда все получится. Андрей Александрович, Вы возглавили, да? Я правильно понимаю, что Вы возглавили Общественный межкомиссионный экспертный совет, да? Являетесь его руководителем? Мне было сделано такое предложение, за что я очень благодарен всем членам Общественной палаты за высокую оценку моей работы на посту и председатель комиссии, члена Общественной палаты. Я, конечно же, согласился, потому что общественная жизнь и общественная работа мне очень нравятся. И, наверное, получается. Знаете, иногда ругают, иногда хвалят, но, наверное, не ругают того, кто ничего не делает. А мы делаем много, у нас есть результаты, результаты внушительные порой. Вопросы, которые не решались годами, на сегодняшний день они в стадии решения. Я не могу сказать, что они решены, потому что это достаточно глобальные вопросы. Но нас и тех людей, те инициативные группы, которые к нам обращаются, нас начинают слышать. С нами начинают считаться. Это хороший результат работы Общественной палаты в целом. На данный момент уже есть решение о составе Совета на начальном этапе? Кто вошел в Совет? Ну, вы знаете, я уже говорил, что Общественный совет, он создается для того, чтобы у людей была возможность туда войти. У нас четко определено и количество, и кто эти люди, это консультанты-эксперты. Есть количество, скажем так, пофамильно, членов Общественной палаты. Это новый орган. На сегодняшний день в этом органе есть я. И я еще раз говорю, что я готов работать с разными структурами и людьми для того, чтобы решать наболевшие вопросы жителей. Если у вас есть какая-то проблема в подъезде, в микрорайоне, в поселении, пожалуйста, если вы инициативный и общественно направленный человек, приходите и становитесь членом этого Совета. Мы будем только рады. Если мы каснемся тем, которые были озвучены на недавнем заседании Общественной палаты, тема помещения управления социальной защиты, то состояние, в котором она находится, какое-то развитие этот вопрос получил, потому что было очень много возмущенных откликов, возмущенных речей. Да, действительно, такая проблема есть. Она требует и внимания, и конкретных действий. На заседании Общественной палаты было принято решение направить, во-первых, изучить этот вопрос более досконально, скажем так, и направить обращение к главе Одинцовского района Андрею Рубертовичу Иванову, чтобы он посодействовал Центру социальной защиты в ремонте. Вот видите, здесь опять переплетается и соцзащита, и строительство, и какие-то архитектурные моменты. И в то же время, возможно, найдется спонсор, какая-то коммерческая структура, которая там достаточно небольшие деньги на уровне района и большой компании коммерческой. Но в то же время это очень облегчило бы жизнь инвалидов и социально незащищенных групп, которые туда ходят. Кстати говоря, может быть, даже среди наших зрителей найдется меценат, который захочет помочь. В основном ведь категория-то пожилые люди, да, то есть люди, может быть, люди с ограниченными возможностями имеют ли доступ к управлению социальной защитой. Там есть пандус, да, но вот, кстати, на последнем заседании Захар Юрьевич Иванов, председатель общественной палаты, как раз вот такую деталь озвучил, что перед этим пандусом, по-моему, да, там кирпич или ступенька, которая просто преграждает доступ к этому пандусу и нет возможности подняться. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос по Союзной-6. Еще разочек, еще разочек повторите. По поводу ремонта, проведенного у нас в доме. Адрес озвучите, пожалуйста, и представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Адрес дома, где был проведен ремонт? Да, Союзная-дом-6. Ваш вопрос? Вопрос такого порядка, за что, на что сделан ремонт, если все провода оборваны, так и ничего до конца не доделано, а все взымается, как войдите в любой подъезд, на любой этаж поднимитесь. А какая управляющая компания у вас? Мы не знаем, кто делал ремонт. Оборвали все провода и домофоны, и все, когда подняли вопрос по поводу, кто будет это делать, все. Но никакого ответа нет. Но вы подняли вопрос, вы куда-то обращались, вы писали кому? Мы обращались и в ЖКХ, на Комсомольскую. Куда только не обращались наши жильцы. И уже это как ремонт начался с ноября месяца того года, и только вот недавно якобы закончили, и все, бардак, торопились. А вы когда платите коммунальные платежи, у вас в платежке указано наименование организации, которая вам эту квитанцию выставляет? Да, сейчас я посмотрю. Какая управляющая компания у вас? Сейчас, минуточку. Где у нас платеж? Это ЖКХ платим. Какая? Витя, Мария, меня ЖКХ так и не отпускает. Это самый такой ключевой вопрос. Да, столько обращений, звонят порой до 2-х часов ночи. Мне это нравится. Но учитывая то, что создан совет, я думаю, что звонки, может быть, даже и усилятся. Что специфика будет не только ЖКХ, но и другие смежные вопросы. Пока есть силы и желания. Организация не указана. Андрей, когда вы обращались, вы сказали, что вы обращались в управление жилищно-коммунального хозяйства, да? Да, 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 на Комсомольскую. Управление жилищно-коммунального хозяйства находится не на Комсомольской, а на молодежный дом 18, насколько я знаю. Ну, у нас ЖКХ на Комсомольском находится. У вас, наверное, ЖЭК там. А, Союзная-4. Ну, у вас жилищное управление, жилищно-коммунальный участок? Ну, я не знаю. Вот нам счета приходят, мы платим за счета. И в любой момент любой человек может подойти в наш дом, открыть и посмотреть, как произведен ремонт и что там они наделали. Вы знаете, Андрей, сложно сейчас вам что-то пояснить без названия управляющей компании. Хотелось бы все-таки выяснить. Мы, конечно, по своим каналам выясним это, но вот сейчас в прямом эфире так или иначе прокомментировать, почему это сделано и что стоит предпринять вам дальше, сложно. Но в любом случае все звонки, которые поступают в период прямого эфира, они являются обращениями в общественную палату. Я вам гарантирую, что это обращение уйдет председателю комиссии по ЖКХ, да, и там будут приняты какие-то решения. Спасибо большое. То есть в любом случае будет ответ, Андрей. Вы, я думаю, что свяжутся, да, члены общественной палаты, представители комиссии, и тогда уже ситуация будет более ясной, картина будет более четкой. Вы идут на место, посмотрят, в чем там дело. Подобные обращения до сих пор, да, звонят. Андрей Александрович, вы до недавнего времени возглавляли комиссию по ЖКХ, да, общественную работу. Вы не оставляете, и она вас не оставляет. А может быть несколько слов по подобного рода обращениям, буквально за какой-то небольшой промежуток, вот неделя, да, откуда звонят? Какие микрорайоны, может быть? Ну, вы знаете, звонят из поселений, вот я до недавнего времени работал в Барвихе, вот, звонят из Барвихи, звонят из поселка. Потом, конечно, основная масса звонков – это город Одинцово. Это, зачастую, это ремонты подъездов в связи с тем, что прошло лицензирование, звонят, а какая у нас управляющая компания, а как нам дальше, то есть тут шквал звонков. Ну, в общем, звонят по всему, звонят, свет отключили, звонят, лифт не работает. Или просто поговорить. Бывает такое, да, вот, наверное, человек, который мне звонил, по-моему, 9 мая это было, это в начале второго ночи, он позвонил и говорит, вы знаете, вот смотрю за вашей работой, комиссия у вас работает, вот, хорошо все, хорошо, но вот нам бы вот отремонтировать еще подъезд. Я говорю, можно вот мы после праздников с вами созвонимся? Хорошо, я вам перезвоню, но вот пока не звонил, я жду вашего звонка. У нас есть звонок от наших зрителей, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Николай Дмитриевич. Здравствуйте, ваш вопрос. Меня возмущает архитектура в вокзальной площади. Вот переходят люди через мост и должны обходить почему-то магазин. Вы говорите про первый переход, который... Переходной мост. Или про переход... Там еще настроили деревяшек каких-то наставили, потом летом с лотками еще выходит. Люди все идут, спотыкаются. Нельзя ли этот вопрос решить как-то, чтобы с моста выход был на площадь прям. Не обходить этих латушников всех и магазин этот. Кто влепил сюда этот магазин? Половину надо заломать его. Красный магазин там. Николай Дмитриевич, радикальные предлагают... Тысячи, тысячи людей ходят, тысячи ходят через мост. И все должны идти в лотки обходить. Николай Дмитриевич, вы говорите про какой переход? Их там, насколько я знаю, два. Два. Правильно. Открытый. Открытый. Открытый переход. Крытый. Крытый. А вы имеете в виду, который выходит в союзный, да, торговый центр союзный? Да, 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 да. А что же плохого, если вы выходите, насколько я знаю, он построен недавно, если вы выходите в закрытое, скажем так, помещение, не под дождь, как было раньше? Нет, в ту сторону все нормально. В ту сторону там невозможно переделать. Там нам достаточно цивильно все делали. В эту сторону, на вокзальную площадь, почему-то обходить нужно лотки, магазины, пристройки там, где деревяшки поставили, и все, жители должны это обойти. С моста прям вышел на площадь, как это нормально, архитектурно. Николай Дмитриевич, но там ведь еще и зона транспортная, то есть это еще вопрос, да? Да, эта зона, она принадлежит РЖД, насколько я понимаю, вся зона, которая за забором, и, соответственно, торговые площади, которые там располагаются, это не зона ответственности города. Поэтому, если вы выходите уже из самой станции на привокзальную площадь и, скажем так, спотыкаетесь через эти лотки, ну, безобразие, но вы знаете, наверное, ни на одной вокзальной площади нет такого порядка, который устроил бы любого жителя. Ну, в любом случае, ну, надо посмотреть, я не совсем понял, что именно, на какой территории вас не устраивает, до выхода. Почему люди должны обходить, магазинчики, палаточки эти должны обходить? Так хочется, чтобы с моста человек сошел, попал сразу на вокзальную площадь. Но вы же с моста сходите и попадаете на станцию, проходите через турникет и выходите на вокзальную площадь. Какой турникет? Турникет-однопоезд, а люди переходят, не пассажиры, а переходят через мост с 8-го микрорайона сюда на вокзальную площадь и наоборот. Видимо, имеется в виду дорога к торговому центру Союзной, если мы говорим о 8-м микрорайоне. Пост перегорожен для пассажиров и для перехода. Нам сложно, Николай Дмитриевич, сориентироваться, если честно, о вашем вопросе, поскольку я предположила, что вы говорите о подходе к переходу со стороны... А через железную дорогу переход вы имеете в виду? Конечно, через железную дорогу люди ходят, просто переходят. Николай Дмитриевич, я думаю, что нам лучше... Союзная дорога там, половина моста, а половина для того, кто просто переходит. Внутри Крытого там стоят, видимо, выносные... Но это вопрос к транспортной полиции. Перестаньте. Вы имеете в виду на самом мосту, да? Это архиепт наш, Денцовский. Да, воткнул магазин. Зачем воткнул магазин? Вы говорите про архитектуру на той площади, которой архитектура не распоряжается. Вы говорите про торговую площадь и мост, который принадлежит российским железным дорогам. Да, мост на месте стоит. Что вы путаете? Мост на месте стоит, пускай стоит. Никому он не мешает. Николай Дмитриевич... Мешает переходить, посмотреть, там деревяшки где-то достроили. Николай Дмитриевич, мы вас услышали. В любом случае у наших редакторов есть ваш номер телефона. Я думаю, что в комиссию по ЖКХ, да, имеет смысл адресовать этот вопрос? Ну, либо по ЖКХ, либо в комиссию по предпринимательству, если это вопрос торговых площадей. Можно уже более детально и конкретно пообщаться. Видите, вот мы опять вернулись к общественному межкомиссионному экспертному совету. Вот переплетаются вопросы, которые требуют изучения на уровне не одной, а нескольких комиссий. Поскольку тема такая объемная и, в общем-то, решение не одного дня, да. Но обращение принято, в любом случае реакция будет, и общественники выйдут, посмотрят на месте. Андрей Александрович, еще одна тема, которая была озвучена на недавнем заседании общественной палаты, это открытость власти, обратная связь, и вот связанные с этим вопросом проблемы, обращения, которые направляются от общественной палаты, да, и даже прозвучала идея, мысль такая о том, что порой и дождаться сложно ответа. Вот в этом направлении будет ли вестись работа? И плюс к этому еще, наверное, вопрос касаемо сайтов поселений, да, тоже создана рабочая группа, вот какие-то направления. Ну, там вопрос у нас шел не только об открытости власти, а в том числе и заявители, то есть жители, они порой получают не ответы на свои вопросы, а отписки, то есть, ну, неподготовленному человеку тяжело понять, что же ему ответили, а подготовленному понятно, что это не ответ. Поэтому в связи с этим, как я говорил в начале передачи, что я бы очень хотел, чтобы в этот совет вошли представители администрации поселений. Я уже говорил об этом, что многие вопросы можно решить без обращений, без обращений, без народных сходов и волнений. И мы нацелены на то, чтобы работать одним, единым организмом, чтобы все понимали, все осознавали ответственность свою. В то же время жители порой обращаются по тем вопросам, которые не входят в компетенцию тех чиновников, на которых они жалуются. Это тоже нужно разъяснять. Но нужно человеку дать понять, как решить свой вопрос, и возможно ли это в принципе. Потому что порой бывают вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне. А это месяца, порой года. Да, а бывает такое обращение, что человек, который обратился, он этого просто не понимает и, как говорится, впустую. Да, ему просто нужно разъяснить. Не как учитель с учеником, а просто как два гражданина встретились, и один понимает, а второй слушает. Тогда будет конструктив. У нас есть звонок от зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Виктор Владимирович. Виктор Владимирович, ваш вопрос. Ну и вопрос состоит. Значит, я живу в Новой Трехгорке. Проблема на Андрею Александровичу всем известна по новому району. Там много проблем. Да. Хотя бы такая, как мы утром зубы чистим, умываемся. Ни одной машины поливальной, уборочной летом я не видел. Живу третий год здесь. А какая у вас управляющая компания? Хомсервис или Новая Трехгорка? Хомсервис. Дорогой такой быков. Ну, вы знаете, да, что хомсервис не получили лицензию на управление многоквартирными домами? Конечно, конечно. Кто еще скажет? Ну, я не совсем понял ваш вопрос. Когда пробираться улица Кутузовская, улица Чистякова. Песок, пыль, грязь, дышать невозможно. С детьми гулять, с внуками невозможно. Живу третий год. Живу третий год. Ни одной поливочной машины я не видел. Она делает круг про старой трехгорки. Знаете, да? Езжает через, значит, круг. И выезжает вот где Сболковский центр. Я имею в виду там у них. И все. Значит, все в пыли. Утром подходишь к машине. Я представляю, с чем дышат люди. На щетках пыль по килограмму. Как в Турции или в Египте. Когда поливаться будет улица? Самый вот такой вот. Я не знаю, если мы не можем это сделать. То я не знаю, что мы вообще можем. Ну, вы знаете, я вас услышал, Виктор Иванович. Да. Эта проблема, она есть. Она есть не только в Новой Трехгорке. Она есть во всех микрорайонах, где ведется строительство. А у вас строительство ведется, к сожалению, беспрерывно. Может, к счастью. Может, к сожалению. Что касается полива, вы знаете, на то время, когда я возглавлял комиссию по ЖКХ, ну, к нам не было ни одного обращения. Были обращения неоднократные по качеству уборки, в принципе, компании «Хомсервис». Да, это было. Необоснованные завышенные платежи, это было, мы в этом разбирались. Ваше обращение принято. Я передам в комиссию по ЖКХ. Но вам нужно в любом случае дождаться, пока пройдет либо открытый конкурс, либо пока общим собранием вы не выберете другую управляющую компанию. И тогда уже с этой управляющей компанией нужно будет работать в плане наведения порядка и на ваших дорогах, и в ваших подъездах. У нас есть еще один звонок от наших зрителей. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Я живу на Верхнепланетарской предприятии. Он зайдет в день и ночь, включат, примят. Что нам делать? Скажите, пожалуйста, мы уже писали, собирали подписи. Ольга, не расслышали, вы говорите о строительстве, да? Да, стройка дома большого, элитстрой, что ли, какой-то. Он идет день и ночь, просто без перерыва. А кто застройщик у вас, Ольга? Не знаете этого дома? Кто строит? Элитстрой. Элитстрой. Элитстрой? Да. Вы обращались куда? Мы собирали подпись по всему дому. Ну, вот куда они там потом пошли, я не знаю. Там у нас человек сам ездил. Ну, результатов пока никаких нет. Окно вообще нельзя открыть. Ни ночью нельзя открыть. Ни днем, ни когда. Ну, вот это, видите, у вас первый вопрос, и второй вопрос, и новая треугурка, то, о чем я только что сказал, что проблема громадная в том, что стройки идут в микрорайонах достаточно часто, и люди, которые уже там проживают, конечно же, они мучаются. Я вам сейчас вот не отвечу конкретно. По градостроительному кодексу есть и нормативам СНИПов, строительным нормам и правилам. Есть определенные нормы по времени строительства, по уровню шума. У нас, у нас, я привык у нас. В комиссии по ЖКХ есть достаточно грамотный консультант-эксперт. Я передам его ваши координаты, он с удовольствием займется вашим вопросом, и я вам, ну, наверное, могу сказать, что гарантирую, что некие позитивные результаты у вас будут, потому что человек достойный, человек, который идет вперед, и очень нам с ним повезло. Спасибо большое, просто чтобы хотя бы ночью нормально спать. Я понял, Уля. Мы постараемся, чтобы ночью вы спали спокойно. Но вот и куда подписи, как правило, направляют жители, которые столкнулись с такой проблемой? Ну, я не знаю, кто собирал эти подписи. Если эти подписи собирал председатель совета дома, либо старший по подъезду, как правило, все такие документы, они идут в администрацию, на территории которой ведется такое строительство и нарушаются права граждан. В общественную палату я, ну, в нашу комиссию я не помню, чтобы такое обращение было. Их идет достаточно много, но вот, знаете, там, где конкретика, что не дают спать, постоянно грязь. Такие обращения, они у меня в голове, я все их пропускаю через себя. Андрей Александрович, время нашей программы стекло. Программа получилась насыщенная, да, учитывая количество обращений. И я уверена, что все они поступят в работу, они уже поступили. Однозначно, они приняты. Приняты, да, на карандаш, то есть они уже в работе, завтра будут распределены по комиссии, но в основном комиссии по ЖКХ. Предстоит, да, тяжелые будни общественные. Я благодарю вас за участие в программе «Разберемся» и мы, уважаемые зрители, вместе с гостями нашей студии, вместе с вами будем разбираться в проблемах Одинцовского района. Ровно через неделю, напомню, что в гостях у программы «Разберемся» был консультант, эксперт общественной палаты Одинцовского района Андрей Блащинский. До встречи на канале ОТВ.